Ребята, всем привет! Я надеюсь, вы сегодня готовы заниматься. У нас очень сложная тема сегодня, ребята, просто наисложнейшая тема. Так, привет-привет! Пока вижу мало в чате, либо вы просыпаетесь только-только, либо поздно до меня доходят, но сегодняшняя наша тема – стихотворные размеры. Будем мы заниматься 45 минут. Я надеюсь, мы уложимся. Более того, после вебинара у вас будет итоговый конспект. Все, что мы разобрали на занятии, вы получите после вебинара в формате конспекта. Я еще приготовила для вас бонусы, расписала там понятия «дольник» и «верлибор». На вебинаре открытом мы не будем обсуждать эти термины, но вы можете их изучить в итоговом конспекте. Я добавила их, чтобы вы в дополнение изучили дополнительную тему. Давайте оценим качество связи, ребята. Как меня видно и как меня слышно от меня до десяти? Так, отлично, замечательно, супер. Хорошо, это меня радует. Значит, далее, что нас еще интересует? Нас интересует вообще наша организация занятия. Вы в окошечке видите меня, на большом экране вы видите презентацию. С правой стороны у нас чат, но он моделируемый, ребята. Вы его не видите, его вижу только я, чтобы отвечать на ваши вопросы. Это делается с целью того, чтобы платформа у нас не лагала, и в целом вам было комфортно на занятии, чтобы вы не отвлекались на чат, и все было хорошо. Поэтому чат есть, я его вижу. Вижу ваши Ники, Мартин, Татьяна, Ирина, чтобы вы понимали, что действительно вебинар онлайн. Давайте мы с вами познакомимся. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто впервые попал к нам на занятия. Вот прям плюсик, если вы сегодня первый раз открыли для себя Умскул. Открыли для себя вебинары, может быть. Ага, отлично. Плюсиков вижу много. Давайте познакомимся. Вы попали на вебинар онлайн-школы Умскул. Мы готовим к ЕГЭ по всем предметам. Более того, мы готовим еще к ОГЭ. И наш главный девиз объясняем до тех пор, пока не станет понятно. Кто-то мне сейчас написал, Таисия, я живу в своих вебинарах. Это замечательно, если вы живете в вебинарах, потому что ваша подготовка будет идти в течение всего года в удовольствие. Это самое главное. Совмещать полезное и приятное. Главный наш девиз объясняем до тех пор, пока не станет понятно. И мне кажется, литература – это именно тот предмет, где нужно объяснить, где не нужно ничего учить, где нужно просто понимать материал. И сегодня на примере вот этой темы, стихотворные размеры, вы это еще лучше поймете. Кто я? Меня зовут Фаришек Нахи, вижу, и Анапис. Конечно, их пять, ребята. И какой именно размер определит нам стопа и определит ударение? Давайте разберемся поподробнее, что где должно быть. Итак, ударение. Значит, смотрите, ребята. Любой слог бывает в слове либо ударный, либо безударный. Вы с этим согласны? Ну, и вспоминаем программу первого класса. Слов бывает либо ударный, либо безударный. Здесь ничего сложного нет. В любом слове мы видим ударный слог, видим безударный. Все безударные слоги мы будем обозначать вот такой вот луночкой. Да, луночкой. Это слог, на который не падает ударение. Все ударные слоги мы определяем вот таким вот ударением, да, прямой палочкой. Слэшем можно назвать по-другому. И, конечно же, здесь мы должны это учитывать обязательно при определении стихотворного размера. Более того, ребята, вы заметили, что количество гласных соответствует количеству слогов произведений в слове. Да, мы это должны тоже вспоминать из программы первого класса. Далее нас интересует стопа. Как вы думаете, что такое стопа, ребята? Что такое стопа? Стопа – это слог, это длина, это слово. Давайте подробнее это рассмотрим. Есть человеческая стопа. Она у нас в нижней части наших конечностей. Есть человеческая стопа. Можем прямо ее так и нарисовать. Я, к сожалению, не художник, но в целом можно ее изобразить в виде вот такого овала. Это человеческая стопа. Значит, это как мы запомним с вами понятие стопы. В целом стопа – это устойчивое, упорядоченное соединение ударного слога с одним или двумя безударными. Давайте попробуем с этим разобраться. Смотрите, есть вот эта стопа, которую я вам сейчас здесь нарисовала. Это соединение ударного слога. Мы уже с вами определили, что ударный слог мы помечаем вот такой вот палочкой. Соединение ударного слога с одним безударным. И луночка. У нас получается ударный, безударный. Вот перед нами в целом стопа. Согласны с этим, ребята? Вот перед нами определенная стопа. По определению смотрим. Соединение ударного и одного безударного. Это стопа. Также мы могли по-другому расположить здесь это сочетание. Мы могли расположить сначала безударную, безударный слог, а потом ударный. Правильно, ребята? Согласны с этим тоже? Все согласны? Мне важно, чтобы всем было понятно, понятен этот момент. Далее, ребята. Что нас еще интересует? Здесь написано, что это может быть соединение ударного слога с двумя безударными. Значит, у нас есть еще одна стопа. Рисуем. Рисуем. Значит, у нас может быть один ударный слог и два безударных, да, в соответствии с определением, которое нам дается. Более того, мы можем поменять расположение. Может быть безударный, ударный, безударный, да, а также может быть безударный, безударный, ударный. Все с этим согласны. В соответствии с определением мы все четко с вами сделали. Теперь важный лайфхак, который я придумала в прошлом году, когда разбирала эту тему с мастер-группой. Есть твикс. Вот вы любите твикс, ребята? Любите твикс? Есть такая шоколадка, называется она твикс. Очень любите твикс. Важно запомнить, что в стихотворных размерах и в стопе твикса быть не может. Стопа ненавидит твикс. Запомните это, пожалуйста. Что такое твикс? Твикс – это две палочки. То есть два ударных слога, да, получается. Это у нас твикс. Ни в коем случае в стопе не может быть этой шоколадки. В каком плане? Потому что у нас ни в коем случае не идут два ударных слога друг за другом. Такого не может быть. То есть в целом, если у вас идет такой порядок, да, то значит у вас не получается стопа. В стопе важно, чтобы вот эти палочки, они не встречались. Все это поняли, ребята? Все это поняли? Должна быть одна палочка. Твикс не может быть. Так, отлично. Это все поняли. Замечательно. Теперь давайте определим все эти палочки, да, как они где расположены, в каком стихотворном размере. Три лунки может быть, но это такие частные случаи, о них пока не будем говорить. Но в самой стопе эти три лунки не могут быть. То есть в стопе должно быть две лунки и одна палочка максимум. Или одна лунка, одна палочка. Вот, теперь давайте поподробнее, поподробнее рассмотрим эти размеры. Значит, у нас есть хорей, да. Хорей – это ударение на первых слов. Первый ударный, второй безударный, да. Дальше у нас идет ям. Здесь ударение у нас на второй слог, да. Первый безударный, второй ударный. Дальше у нас идет дактиль. Вот смотрите, вот эти два размера, они двухсложные. Что означает двухсложный? Это размеры, в которых два слога. Видите, здесь две позиции – ударная и безударная. Безударная и ударная, значит, здесь два слога. Все это поняли, ребята? Два слога. Поэтому они двухсложные. Есть также трехсложные размеры – это дактиль, амфибрахий и анапись. Здесь у нас три позиции, да. Дактиль здесь получается ударный, безударный, безударный. Амфибрахий – безударный, ударный, безударный. И анапись – безударный, безударный, ударный. Вот так выглядят эти размеры. В связи с этим возникает много трудностей. Проблема первая. Трудность возникает из-за того, что сложно определять эти стихотворные размеры. Это проблема номер один. То есть все равно нужно как-то почувствовать ритм, как-то определить, да, что это именно конкретный размер. Это первая трудность. Вторая трудность – как запомнить расположение этих позиций, да. Сложно запомнить, что в Хорее ударение падает на первый слог, а в Ямби – на второй, или там в Анаписи – на третий слог. Это сложно запомнить. Но я сегодня поделюсь с вами очень ценными лайфхаками, которые вы сегодня запомните до дня сдачи своего экзамена. Вы меня вспомните даже на экзамене, если сегодня просто запомните эти лайфхаки. Это очень ценные лайфхаки, благодаря которым вы сможете запомнить стихотворные размеры. Итак, давайте с вами начнем. Давайте начнем. Лайфхак первый. Вам сложно почувствовать, где, как падает ударение. Существует определенный лайфхак. Всегда нужно качаться или отбивать ритм. У стихотворения есть ритм, и нужно почувствовать этот ритм и качаться в такт этого ритма. Чаще всего можно отстукивать ручкой по столу или чуть-чуть слегка бить по листочку, когда вы будете на ЕГЭ непосредственно. Это поможет вам почувствовать ритм стихотворения и определить стихотворный размер. Определить слабую позицию, безударную, и в целом, ребята, сильную позицию, ударную. Это лайфхак такой вот первый. Далее, что нас еще интересует? Рисуйте всегда. Всегда рисуйте себе слоги. Нарисуйте все слоги первой строки, и вы должны понимать, что слог стихотворения соответствует гласной букве в каждой строке. Это тоже вам поможет при определении стихотворного размера. Вот. Это мы должны понимать. У меня сейчас Валерия пишет, а как же перихи и спандей? Перихи и спандей – это, опять же, исключительные моменты. То есть мы сейчас говорим про основы села ботанического стихосложения, где у нас все хорошо. Для нормы нужно, чтобы ни в коем случае не было два ударных слога вместе. Вот. Это для нормы. Перихи и спандей – это уже некие отклонения, которые мы далее будем с вами изучать. Сегодня наша задача – понять вот эти основы. Теперь. Следующий момент, ребята. Возникает вопрос. Как запомнить те или иные размеры? Как запомнить, что перед нами ямб? Как запомнить, что перед нами хорей? Как запомнить трехсложные размеры? В целом с ямбом и хореем не так много сложностей и трудностей. В основном возникают трудности с трехсложными размерами, которые очень сложно запомнить и очень сложно воспринять. Сегодня я ещё поделюсь с очень важными лайфхаками в этом плане. Итак, начнём мы, безусловно, с ямба и хорея. Есть такой вот банальный лайфхак, ребята, самый простой. Давайте поставим ударение в этих словах. Ямба и хорея. Вот в самих словах попытаемся поставить ударение. Я. Ударение падает на я. Это у нас первый слог в самом слове. В самом слове это первый слог. Да? Теперь поставим ударение в слове хорей. Хорей, да? Здесь мы тоже видим ударение. Но ударение здесь второй слог. Понимаете? Ударение падает на второй слог. Что, конечно же, подчёркивает несоответствие. В каком плане? В самом размере, в ямбе, например, ударение на второй слог. А в хорея ударение на первый слог. То есть так тоже можно запомнить. Но это слишком сложно, слишком, наверное, нудно. Это уже прошлый век. Сейчас существуют более такие универсальные методы. Да, как бы Лолита подсказывает идти от противного. Да, этот метод называется идти от противного. Как бы в самом слове на первый слог в размере по-другому. Да? В хореи то же самое. Буква по алфавиту перед я. Да, можно так тоже определять, да? Что в ямбе я – это последняя буква. И, конечно же, здесь у нас ударение на второй слог, да? Буква х, она перед я находится, поэтому ударение на первый слог. Можно ещё так запомнить, безусловно, да? Это тоже допустимо. Это тоже можно делать. Ребята, в прошлом году я открыла для себя и для своих учеников просто универсальный метод запоминания трёх сложных размеров. Анаписто, амфибрахия и дактиля. Вы сегодня, надеюсь, это тоже полюбите. Скажите мне, пожалуйста, любите ли вы животных? Любите ли вы животных? Так, да, любите животных. Отлично, любить животных – это хорошо. Сегодня для того, чтобы выучить трёхсложные размеры, мы обратимся к названию одного животного, к имени одного животного. Называется оно «Даман». Очень хорошее имя имеет это животное, потому что оно помогает нам выучить стихотворные размеры. Давайте попробуем с вами посмотреть на само слово «даман», что оно из себя представляет, ребята. В первую очередь мы должны поделить это слово на несколько частей. Смотрите, это слово можно не на слоги конкретно мы его делим, потому что так не получится. Нужно его делить на несколько частей. Первая часть – это «да». Согласны со мной? Первая часть – это «да». Вторая часть – это «ам». И третья часть слова – это «ан». Вот три части есть в этом слове. «Да», «ам» и «ан». Далее смотрим на наши стихотворные размеры. У нас есть «дактиль», у нас есть «амфибрахи» и есть «анатись». Давайте выделим начало этих размеров. Здесь у нас «да», здесь у нас «ам», а здесь у нас «ан». Теперь посмотрим на наше слово «даман». Ребята, обратите внимание, ударение в дактиле падает на какой слог? Скажите мне, пожалуйста. На первый, да. Так у нас получается. В «анфибрахи» на какой слог падает ударение? На второй, конечно. У нас получается следующая картина. Ударение в анаписи падает на какой слог? Так, на третий. Конечно, ребята, здесь мы видим с вами следующую картину. В слове «даман» эти части идут в таком же порядке, как стоят ударения в наших размерах. Ребята, понимаете? Это гениально, и это можно распечатать сегодня для себя «дамана», запомнить его просто до дня своего экзамена и, конечно же, использовать. Это очень круто, и спасибо большое этому животному, что оно существует, и нам с вами так легко теперь можно запомнить трехсложные стихотворные размеры. Просто, просто выучите это слово «даман», запомните, что есть такое животное, разбейте себе по частям это слово, и все встанет на свои места. Вот. Я надеюсь, что кто-то для себя открыл что-то новое сегодня на вебинаре, вот, и вы это запомните. Но это не единственный метод. Это самый крутой, самый шикарный метод, конечно, «даман». Он мне нравится больше всего, и моим ученикам обычно нравится он больше всего. Но есть еще следующий метод. Метод называется «Ваня». Скажите, пожалуйста, у нас есть ли на вебинаре мальчик Ваня? Есть мальчик Ваня на вебинаре? Плюсик поставьте, если вы Ваня. Вот уже второй год жду, когда на вебинаре у меня будет Ваня, но, к сожалению, Ваня никак не придет ко мне на вебинар. Очень-очень жаль. Итак, есть имя Иван, которое тоже нам поможет запомнить стихотворный размер. Это тоже многим нравится, многие используют этот метод. Давайте с вами попробуем с ним разобраться. Значит, смотрите, ребята. Есть имя Ваня. Смотрим. Ваня. Ударение на первое слово. Второе безударное. Дальше у нас идет Иван. У нас здесь получается следующая картина. Иван. Ударение на второй слог. Ванечка. Здесь у нас три слога. И получается следующее. Ванечка. Дальше смотрим амфибрахий. Ванюша. Ударение на третий слог. На второй слог. Ванюша. И у нас есть Иоанн. Ударение здесь у нас на последний слог. И ОАН. Так тоже можно запомнить, ребята. Главное, запомнить порядок ванечек, да, это вот следующий момент. Но в целом, конечно, Даман, если честно, мне нравится больше универсальный метод. Хорей и Ямп можно как-нибудь запомнить, да, методом от противного. Трехсложные размеры можно запомнить Даман. Но если кому-то понравился этот метод, можете, конечно же, использовать Ванечку. Ванечка вам тоже поможет. Ребята, скажите, пожалуйста, это вам понятно было сегодня на вебинаре? Вы это усвоили? Так, отлично. Замечательно. Давайте немножечко попрактикуемся по размерам, да. В первую очередь будет сложно, у вас будет много ошибок, будет в целом трудно понимать, да, будете думать, где здесь что, как работает. Но это все приходит с практикой. Нужно больше практиковаться, больше определять техотворных размеров. Для этого есть прекрасный сайт решу.ег. Можете там набрать 14-е задание и прям подряд решать по 70 заданий по 14-му номеру прямо уже сегодня. Вот, поэтому больше практики, и все будет хорошо. Давайте мы тоже с вами попрактикуемся. Итак, смотрим первый пример. Опять стою я над него, и снова как в былые годы смотрю я как бы живой на эти древнейшие воды. Да, давайте с вами попробуем определить размер. Опять стою я над небой. Да, у нас ударение падает на второй слог. Обратите внимание, что здесь двусложная стопа, да, вот человеческая стопа у нас, да. И в этой стопе у нас получается две позиции. Одна безударная, вторая ударная. Да, и ударение падает на второй слог, да. Ударение падает на второй слог. Получается у нас ям. Понятно, ребята? Так, отлично. Смотрим с вами далее. Следующий пример. Есть женщины в русских селениях, спокойные важностью лиц, с красивую силой в движениях, с походкой со взглядом цариц. Тоже очень такой уже плавный, плавные строчки, да, видите, что здесь не все так просто. Давайте попробуем определить. Есть женщины в русских селениях, да. Здесь мы уже видим что-то сложное. Обратите внимание, что в стопе вот такого быть не может, да, естественно. Мы смотрим, пытаемся объединить эти части, да. У нас получается три позиции в стопе. Две безударные и одна ударная. С этим мы делаем вывод, что перед нами трехсложная стопа. Ударение падает на второй слог. И это у нас что, ребята? Кто это у нас? Конечно же, конечно же, антибрахи, ребята. Антибрахи. Доман, да. Далее нас интересует с вами следующее стихотворение. Прозвучало над ясной рекою, прозвенело в померкшем лугу, прокатилось над рощей немое, засветилось на том берегу. Так. Тоже интересное стихотворение. Итак. Смотрим. Прозвучало над ясной рекою. А здесь у нас получается тоже трехсложная стопа с тремя позициями, мы видим, да. Две безударные и одна ударная. И ударение падает на последний слог. На последний. Вспоминаем слово «доман», «ан» в конце, да, последний, последний слог. Это у нас антист, да. Это тоже было легко определить. Двигаемся с вами дальше. Следующее стихотворение. «Не обитают облака, и лучистое на злое, в быстрых капец тарика, словно зеркало стальное». Давайте попытаемся определить этот размер, да, стихотворение. «Не обитают облака». Ребята, можете прям стучать ритм, да, отбивать ритм, чтобы вы слышали, слышали, как это в стихотворении происходит, да. Отлично, замечательно. Мы видим здесь двусложную стопу, да, здесь две позиции. Одна ударная, другая безударная. Мы видим, что сначала идет ударная, потом идет безударная. Это у нас что, ребята? Когда ударные, безударные? Это у нас хорей. Хорей, конечно же. Далее нас интересует следующее стихотворение. «Ранними летними росами выйдем мы в поле гулять, будем с линящими косами сочные травы срезать». Итак, давайте попробуем здесь определить размер. «Ранними летними росами». Здесь мы у нас видим тоже три позиции в стопе, да, две безударные и одна ударная. Ударная находится в начале, вспоминаем, «дамана». У нас «дактиль», да. У нас «дактиль», безусловно. Далее у нас существует последнее стихотворение. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Так, что же это у нас здесь такое? «Буря мглою небо кроет». Значит, у нас получается здесь двусложная стопа, да, ударный и безударный. Конечно же, это хорей, ребята. Перед нами хорей. Это было не все. Вообще вот эта тема «стихотворные размеры» это такая сложная тема, ребята. О ней нужно говорить дольше. Более того, мы в мастер-группе это будем делать два часа. У нас будет раздел «Теория литературы», в который входит эта тема «стихотворные размеры». Я очень рада, что все, что мы сегодня обсудили, вам понятно, вы это запомните, это вам обязательно пригодится на экзамене. Но эта тема, она сложная. Здесь есть множество нюансов, тонкостей, которые мы дальше будем с вами изучать, но уже непосредственно в мастер-группе, потому что нужно больше времени на это. Многие уже спрашивают, что такое мастер-группа. Давайте я подробнее об этом вам расскажу. Мастер-группа – это целенаправленно, подготовка к ЕГЭ на 90 плюс баллов. То есть мы готовим на высокие баллы учеников по литературе. В первую очередь в мастер-группе перед вами команда из 25 человек. То есть это небольшая ваша семья, в которой вы вместе готовитесь к ЕГЭ. В мастер-группе у вас три вебинара в неделю, и каждый вебинар длится по два часа. То есть помимо бесплатных вебинаров, у вас еще будут вебинары мастер-группы, где вы будете заниматься со мной три раза в неделю по два часа. Включается огромное количество времени. Будем разбирать сами теорию и литературу. Будем разбирать, как писать сочинения. Будем разбирать произведения непосредственно, темы по произведениям, лирику и многое-многое другое. В мастер-группе у вас будут скрипты и итоговые конспекты. Что это такое? Скрипты – это определенные файлы, это определенные пособия наши, авторские, которые вы смотрите и заполняете во время вебинаров. То есть вы смотрите мой вебинар, и перед вами находится скрипт. Это мое пособие, где есть окошечки, и вы в эти окошечки все заполняете. Да, ребята, каждый вебинар по литературе ЕГЭ веду я. И последствия, когда вы записываетесь в мастер-группу, вы попадаете ко мне на вебинары. И после вебинара вы получаете итоговый конспект с заполненным скриптом. То есть это универсальный момент в таком плане. Допустим, если вам не хочется что-то писать во время вебинара, вы хотите просто меня послушать, вы ничего не записываете. После вебинара вы получаете итоговый конспект, где все это уже написано, ваши задачи только выучить. Но я советую все равно что-то писать, ну, немного писать, поэтому существуют скрипты, где вы заполняете материал за мной. У нас включается игровая форма, благодаря которой вы сможете тоже внимательно меня слушать. Также это авторское ДЗ. Конечно же, нужно выполнять домашние задания. И в мастер-группе мы с вами это будем делать. Это авторские домашние задания. Более того, я написала свой авторский цитатник для сочинений, для того, чтобы вы хорошо, успешно писали сочинения. И в 17-м задании написала авторский цитатник, который мы по чуть-чуть будем изучать в мастер-группе. То есть изучаем произведения, изучаем цитаты. И в нашей авторской ДЗ будет включаться и вот разбор этих цитат. Также у вас будет куратор. Кто такой куратор? Вы понимаете, что одного человека будет недостаточно для вашего хорошего успеха. Поэтому у нас есть куратор, который всегда на связи с вами. Я должна спать, да, потому что я человек. Я могу отдыхать, учиться, я учусь в МГУ. Естественно, вам нужен человек, который всегда в любой момент ответит на ваш вопрос. Или на вебинаре где-то я не заметила ваш вопрос. И в любой момент сможете это задать своему онлайн-курату. Любое время дня или ночи. Он всегда будет с вами. Сейчас, ребята, 31 августа, правильно я понимаю? 31 июля, да, 31 июля у нас сейчас с вами. И у нас заканчивается акция, замечательная акция, которая, да, напугала. Замечательная акция, которую вы получаете при записи в мастер-группу сейчас. Завтра уже 1 августа, и все мастер-группы стартуют. У нас уже первый вебинар 4 августа. И смотрите, что это за акция такая. Вы записываетесь в мастер-группу на сентябрь. В сентябре уже начинается полноценная подготовка, произведение будем учить. Вы записываетесь в мастер-группу на сентябрь. И получаете 4 занятия в августе. То есть у вас каждую неделю будет одно занятие в мастер-группу по 2 часа. Более того, вы получаете базовый курс из 6 вебинаров с домашними заданиями. То есть вы при записи сейчас получаете огромное количество вебинаров, и уже сейчас можете полноценно готовиться к ЕГЭ. Вот. У меня на этом все, ребята. Была рада вас сегодня видеть. Большие молодцы, что все это изучили. Это очень сложная тема, и хорошо, что вы узнали об этих лайфхаках уже сейчас. Была рада вас сегодня видеть, как попасть в мастер-группу, как узнать о ней подробнее. Нужно написать мне кодовое слово «доска» в личные сообщения, чтобы получить вот этот приятный бонус и записаться в мастер-группу. До скорых встреч, ребята. Пока-пока. Доска мне в личные сообщения.